Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я ее ведущая Галина Топилина. Тема сегодняшнего выпуска – сепарация. Этим словом в психологии называют закономерный процесс отделения детей от родителей. Это путь от зависимости к полной самостоятельности. Должны ли дети всю жизнь оставаться детьми для своих родителей? Как выглядят здоровые отношения между поколениями? И каким образом незавершенная сепарация может оказать влияние на другие сферы человеческой жизни? Узнаем сегодня. У нас в гостях психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте! Что же из себя представляет сепарация в психологии? Зачем и почему она нужна в жизни? Смотрите, ну вы сказали уже определение в целом, но обращаю внимание вот на что. Это еще и формирование равноправных отношений родителей и детей в первую очередь. Потому что отделение-то оно может быть, но вы должны считать равноправными именно родителя. Потому что иногда путают, например, физическое отделение. То есть здесь можно сказать о том, что сепарация бывает разных видов. Бывает сепарация физическая, сепарация эмоциональная, сепарация ценностная и конфликтная. Вот. И, кстати, вот хочу заметить, ну то есть про физическую понятно, и ребенок отделился, спокойно живет себе, и все у него хорошо. Эмоционально, когда его не задевает родитель эмоционально. Конфликтная, когда он готов отстаивать в конфликте свои права и, в принципе, ведет себя спокойно. Но я вот обращаю внимание на ценностную, кстати, сепарацию. Вот смотрите, причем в русском языке немножко у нас, вот нет слова, например, аттитюд. Аттитюдная она называется. А аттитюд это что такое? Это готовность к действию. То есть, собственно говоря, то есть ценностная такая готовность к действию. И вот в этом смысле что происходит? То есть ребенок по-настоящему сепарированный, у него есть свои ценностные ориентиры совершенно четкие, и он свободно действует в поле социальном, опираясь на них. То есть у него сформировано собственное смысловое деятельное поле такое, в котором он спокойно ориентируется. Вот. И это очень сложная история. То есть там может ребенок быть отделен, и даже сильно отделен, и даже кричать, что он совершенно с родителями не общается. Но при этом зависимость от родителей может быть очень сильной. И нам это нужно ровно для того, чтобы быть самостоятельным. А как же связь поколений? Ну связи это не мешает. Смотрите, если вы живете свою судьбу, если вы уверены в том, что вы свободный человек, разве вас раздражает родитель? По большому счету, вот бывают такие ситуации, довольно часто, наверное, многие замечали, что вот такое есть раздражение по отношению к родителям. Это, кстати, первый признак несепарированности. То есть когда, окончательный, в смысле, то есть когда даже вот сейчас ТикТок заполнен, например, вот этими роликами, что родители виноваты, такие вот они плохи. Это как раз первый признак несепарированного человека, которому, конечно же, надо обращаться к специалисту. Потому что это как раз признак того, что родитель раздражает, а значит, что? Он, значит, вами повелевает. Ну давайте про этот процесс сепарации более подробно расскажем. Это ведь не одномоментная такая история. Абсолютно правы вы. И это хорошо, что вы говорите об этом, потому что часто под сепарацией понимают такую, знаете, гильотину. Вот когда слушаешь, то есть разрубили и все. Ничего подобного. Ну даже вот такие страшные вещи слышишь. То есть ребенок жил-жил, потом раз его в 18 лет выселили. Это не очень правильная история, если ребенка вдруг, ну то есть к нему относились там как-то по одному, и вдруг в 18 лет, знаете, как срок выхода, так сказать, такой. Нет, конечно. Сепарация – это вообще процесс постоянный, можно даже так сказать. То есть единственное, когда мы говорим о возрастной сепарации, мы отмечаем момент кризисов. То есть когда уже четко надо уже обрести какие-то характеристики либо да, либо нет. Но сепарация начинается с самого начала, потому что мы развиваемся. Для чего нужна сепарация? Для того, чтобы человек мог свободно развиваться и становиться самостоятельным на разных этапах своей жизни. И понятно, что это же путь от того, что, например, младенец совершенно зависим от мамы. А, например, к трех годам желательно, чтобы он мог исследовать мир, и чтобы сформировалась такая вот деятельная у него модель поведения, когда он может мир осваивать. Но всем известно, это вот такая история, когда «мама, да, я сам, мама». Или дай бог кнопку лифта, да, сам, отожди. Но тут понятно, что в момент этой первой сепарации трехлетней, конечно, например, всегда страшновато родителям, потому что, с одной стороны, ребенка радует, когда я сам, но с другой стороны, когда он матерные слова приносит, например, с улицы, это другая история. А там же в чем такой вызов? В том, что он начинает объясняться с людьми, и он находит общий язык сам, то есть он устанавливает контакт. И, конечно, там, например, в наше время страшновато, вроде бы, за детей, но, с другой стороны, ребенок должен общаться. Ну, если уж говорить про возраст, и мы зашла речь, то есть такая считалка психологическая, 3,7, 12, 18, да, то есть волшебные возрасты, когда сепарация должна состояться. Ну, то есть, когда это уже такие, знаете, моменты, точки, где надо понаблюдать, что в этот момент происходит. Потому что, конечно же, например, начинается она прямо с младенчества и заканчивается, например, как этап в 3, потом в 7, когда человек общается с другими детьми, уже должен осваивать это. И когда в семье родителей он понимает, кто главный. Тут же это не только такая вот благоприятная для ребенка история. Как выразился мой приятель, как говорит, когда однополый родитель четко указывает ребенку его место. То есть, когда его сбрасывают с трона. То есть, это очень важный момент. То есть, когда, например, ребенок с родителем противоположного пола начинает, ну, как бы, ну, заигрывать, да, то есть, как будто бы даже показывает свою значимость. И вот здесь очень важно указать ему, что есть более важное лицо. Это мама или папа, партнер брачный. Потом это, понятно, 12 лет, когда уже формируются связи, ну, там, каких-то гендерного общения какого-то детей. И это сложный возраст тоже, конечно же, потому что там часто ребенок попадает под влияние других людей, хочется его схватить за руку, да, и все-таки, ну, например, увезти от ненужных людей. Или оказать какое-то воздействие такое. Ну, мы, наверное, тут родители в первую очередь сталкиваются с тем, что ребенок не слушает родителей. Вот такое, вы замечали, наверное, историю, что вот вроде родители говорят то же самое, а его не слышат. Это очень обидно родителям, потому что, например, приходит там человек к психологу, тот же ребенок. Психолог говорит те же самые вроде бы вещи, даже, может быть, менее умные, чем родитель. А ребенок все равно слушает больше психолога. Но умный родитель делает так, он просто понимает, что это такой процесс существует, и отводит ребенка к нужному человеку, которому он может послушать. Или включает его в какую-то нужную деятельность. И это происходит. Ну, и 18 лет, конечно, это уже профессиональная история практически. То есть это отделение уже такого бунта четкого, когда ребенок, его уже, наверное, сложно так называть, но уже взрослый практически человек, отделяется физически по-настоящему. То есть когда он уже может жить отдельно. И первые пробы отдельного проживания, самообеспечения, они именно с этим возрастом связаны. И здесь, конечно, первые вот эти выяснения отношений, когда ребенок думал, что, оказывается, все бралось как-то в доме само, и уборка сама делалась. Оказывается, это не так. Но это в хороших семьях, я сейчас говорю. То есть там, где, знаете, вот есть такое отсутствие сепарации, когда такая опекающая, развивающая есть модель, да, и когда ребенка там хорошо образовывают, с ним хорошо общаются, но при этом как будто бы сверхопека такая есть. Мы обычно привыкли к такой модели, да, вот когда сепарация отсутствует. Вообще, замечу, когда слово сепарация произносится, то возникает, наверное, такой образ, что вот это какой-нибудь там маменькин сыночка, который там не сепарирован, да, или там девочка тоже, которая там как бы такая, около мамы сидит. Но это не всегда так. К сожалению, это одна из моделей только отсутствия сепарации. Как-то я погрузилась так сразу в эту историю. А с точки зрения психологии, какой из этих этапов самый важный? То есть если упустить что-то на этапе, то все разрушится. Тут надо что понимать, что эти этапы, они просто как этапы роста. Нельзя говорить о том, что из них какой-то важен, а какой-то не важен. Дело в том, что если на каком-то этапе не произойдет вот это отделение, то потом это откликнется в дальнейшем. Он просто переходит как некая проблема, иногда фиксация на следующий этап. А в каком возрасте в норме должна завершаться эта сепарация? Ну, про нормы, знаете, как вообще, конечно, ну, как вот, ну, нормы становятся то, что мы чаще наблюдаем, согласитесь. То есть, например, мы можем, конечно, предусмотреть норму 18 лет, но сейчас мы чаще видим, что, ну, люди, наверное, где-то в 23-25 все-таки по-настоящему где-то сепарируются. Но не бойтесь, если вы заметили, что у вас зависимость от родителей серьезная, там, и в 35. Я имею в виду чаще не физическую, конечно, но функционально-то мы отделены, да, функционально, как правило, люди к этому периоду отделяются. Но вот все-таки я бы обратила внимание на момент, когда человек зависим, то есть вот когда его даже раздражают родители. Вот часто вот это прям показателем является. И вот здесь, конечно, ну, ну, все же 25 лет это такое вот. Если после 25 лет это наблюдается, это все-таки, ну, не считается нормой, так скажем. Хотя, еще раз говорю, нормы в современном мире вещи относительные. Понимаете, нормы формируются, Галин, тоже под влиянием какой-то необходимости социальной. То есть если сейчас общество позволяет быть ребенком там до 40 лет, ну, как бы мы считаем нормой или нет. Раньше как там мальчик, например, его проверяет, как охотника. Там крокодил его либо съел, либо нет на охоте. Ну, как бы там сепарировался естественным путем, что называть. Здесь все-таки мы говорим о том, что в нашем обществе, наверное, эти вещи где-то допустимы. Ну, там, когда, например, там, ну, молодой человек, например, муж там семейству, там, каждый день там к родителям ходит, там, докладывается. Это же, ну, другой вопрос, насколько это хорошо для человека. Я бы вот с этой стороны рассматривала. Насколько это помогает ему реализовать себя в семье, в своей жизни, там, реализовать свои таланты, реализовать себя как самостоятельную личность. Вот это, наверное, сейчас критерием является. Вот хотелось бы немного углубиться в сепарацию, в этап сепарации 17, 18, 19 лет. Вот это вот именно такой период, когда он совпадает с окончанием школы, поступление в совершеннолетие, опять же. И дети, они стремятся отделиться. И именно на этом этапе, как мне кажется, родители начинают тянуть обратно, затормаживая ее. Смотрите, тут, конечно, он кажется важным, этот этап вроде бы, да, но мне кажется, что как раз вот этот этап, да, он важный. Ну, это первый шаг такой прям вот уже. Ну, я пояснила, о чем я. То есть этот этап, он как бы, почему мне кажется таким правильным очень, но в то же время не самый страшным. Потому что он как бы положенный такой этап для сепарации. Потому что здесь уже и дети друг по другу как-то, да, то есть они передают информацию, что вот у меня там квартира, я там сняла там жилье. Кто-то сбегает из дома, кстати, тут разные варианты бывают. Кто-то начинает заниматься своим делом, тут разные совершенно истории. Кто-то встретил любовь всей своей жизни, да. Родители-то не всегда с этим согласны именно в этом периоде. Родители в этом, конечно, с этим не согласны, но родителям обязательно придется иметь с этим дело. И вот этот вот конфликт, он практически всегда происходит. Скорее, на этом этапе я бы насторожилась, если конфликта нет. Вот если конфликта на этом этапе совсем прям нет, что если ребенок совсем согласен. И если родитель, чтобы там не требовал ребенка прям соглашать, ну это какая-то не очень хорошая история. Это значит, что он скрывает что-то все-таки, скорее всего. Но либо его воля уже подавлена. То есть, кстати, зачастую можно наблюдать даже это, вот как это выглядит. Ну, например, зачастую у детей, у которых слегка подавлена воля, есть несколько признаков. Они неактивные. Не могут сделать собственный выбор. Иногда даже наблюдается лишний вес, даже уж такие увольни, знаете. Вот, казалось бы, человек только начинает двигаться, а он уже так прокис немного. Кстати, наблюдается иногда разница между детьми, между так называемыми сиблингами, то есть старшими и младшими. То есть, бывает там, например, один ребенок непослушный, а второй там сверхпослушный. Он уже другую модель берет и часто, например, становится таким хорошим, что ли. Вот, таким маминым там сыном или дочкой, который такой хороший, его все любят. Но здесь, понимаете, есть такая приманка. Скорее всего, работает не приказ родителей, а благо, которое они дают. Ну, согласитесь, что в родительском доме жить очень удобно. То есть, там, когда, особенно там, мама обслуживает тебя полностью, там, все стирает тебя, там, убирает и все прочее. Какая прекрасная история. Но вот здесь, конечно, молодым людям надо настораживаться, что здесь твоя самостоятельность в твоих руках. И здесь я бы даже таким вот детям, ну, условно плохим, у них более интересная судьба бывает, потому что, да, они тоже не сепарированы, они злятся на родителей, но при этом они хотя бы физически, функционально отделяются зачастую. Вот это вот физическое такое вот функциональное отделение, это очень важно на этом этапе. А что же делать родителям, если ребенок не хочет отделяться и уходить? Знаете, скажу так, сейчас, это частый, кстати, вопрос, и даже родители говорят, ну, прям хоть выставляй за дверь. Да, вот никто же так не делает. Вот, ну, делают некоторые. Вот, но надо понимать, что это тоже не надо делать внезапно. То есть, ребенок жил-жил, вдруг вы заметили и за дверь. Ну, да, это значит, что, конечно, скорее всего, упущены предыдущие этапы, нет вот этой вот активности, что делать сейчас? Ну, постепенно показывать, что у вас есть своя жизнь. Потому что, знаете, вот, ну, здесь я бы командовать с родителями не стала. Вот, знаете, мне тоже не нравится такая история, когда, прямо мы говорим, вот, родители там виноваты, там, и прочее. Я вот противника виноват, и не родители, по той причине, что здесь ребенок тоже заинтересован в этом отделении сам, ему надо просто это понимать. Я считаю, что здесь, ну, с одной стороны, надо общую культуру поднимать, чем мы с вами и занимаемся сейчас. Потому что такой ребенок, который сначала не уходит, потом может просто не начать работать до 30 лет. Это очень опасная история, мы это видим. Ибо может и всю жизнь находиться в исканиях работы и своего пути. Вот, кстати, самая страшная история. А что делать? Показывать, что вы чем-то увлечены, что уже ребенку пора быть самостоятельным, что что-то не так, давать эти сигналы. Но только не, знаете, не такие вот специальные, ну, то есть, когда бывает, родители ругаются, там, что-то вынушают, а ребенок в этот момент понимает, что, конечно же, его будут терпеть обязательно, и что вроде как вот он как раз попал как раз в нужное русло. Дело в том, что человек вообще мало что может сыграть. Это же бессознательная история, понимаете? И здесь только одна рекомендация – быть счастливым и занятым собой. То есть, не надо жить жизнью другого человека. Это вообще решение многих проблем, но вопрос, как с этим быть, да? То есть, просто не надо быть, ну, как сказать, поддержкой, такой постоянным крылом для ребенка. То есть, ну, крылья пусть растут сами. Чем еще чревато сопротивление, сепарация с обеих сторон? Ну, с одной стороны, родитель, конечно, растворяется, если вот про родителей говорить. И, конечно, например, пара, которая, например, живет, там, вот для вот такого вот служения, скажем так, детям, вдруг может не видеть смысла даже, когда дети, например, уходят. Это же такая опасная история. И, ну, это самое, наверное, такое. Второй момент, вот по поводу детей, самое страшное, что ребенок не становится самостоятельным. Это если в целом. Но есть две крайности поведения, тоже про них скажу, потому что о них редко пишут. Я тоже, когда готовилась, понятно, что у меня огромный там опыт свой, но я посмотрела, о чем все-таки пишут, а о чем нет. К сожалению, пишут только чаще об одной крайности. Это когда ребенок, там, например, живет с родителями, зависим от них, либо, например, просто все время подчиняется их мнению, когда, например, там муж или жена все время докладываются родителям, и для них как бы супруг номер один – это член семьи прежний, то есть родитель. Вот, это только одна сторона. Но есть так называемое отсутствие сепарации, когда, наоборот, отношения не столь хороши. Но если условно, знаете, как образ выглядит? Ребенок как бы боится потеряться, ну, то есть бессознательно. То есть он не… ну, у них такой любви как бы нет, есть забота родителя, нет вот этих отношений холодные, и ребенок часто показывает враждебность. Он говорит, мама, ну что ты лезешь, вообще там не люблю, когда ты вообще убери свой свитер, ну, то есть и так далее. Но при этом вот это есть ощущение, что и без родителей плохо, и с ним не очень. И вот это опасная история, потому что у такого человека часто формируется поведение, когда он не может понять, что ему нужно, понимаете? То есть как бы он привык отталкиваться от родителя в негатив, а вот что в позитиве существует для него, ему трудно понять, потому что он не наработал свою собственную самостоятельность. Он привык только к отрицанию родительского поведения. Это тоже, кстати, отсутствие сепарации, очень опасное. Вот, кстати, часто окончательная сепарация, она связана с этим. То есть когда у человека сформировано нормальное отношение с родителями, так называемая взрослая сепарация, она часто приходит вот как раз позже, после там уже, ну, где-то в 20-25 лет. Что происходит? Просто родитель перестает раздражать, потому что вы самостоятельны. То есть он эмоционирует, но вы-то спокойны, потому что и вам-то свое, понятно. Вы, например, сделали выбор профессии. И пусть, например, мама кричит, профессия не для тебя, не иди в психологи, например, иди в банкиры. У меня, кстати, слава богу, такого не было. Это была история тетки, которая там говорила, своей дочери, вот смотри, не надо идти в психологию. И когда, например, человеку приходится доказывать свою правоту, то, конечно, он не может на свое опираться. Но если он уже сделал выбор, он спокоен. Ну да, мам сказал. Мам, не волнуйся, все нормально. То есть можно еще и повелевать в этом смысле ситуации. С родителями в хорошем смысле этого слова успокаивая их. А вот если вы чувствуете прям злость невероятную, это значит, что вы зависимы. То есть когда они трогают замечания и комментарии, это уже сепарация. Да, вот это окончательная, да, это уже окончательная сепарация. Не многие доживают до этого, это правда, потому что, ну, мы знаем, что материнский приказ – это такая серьезная история. Тут очень сложно, между прочим, особенно вот с мамой, потому что мама – первый гуру, да, мама – первый человек, с кем встречается и мальчик, и девочка. И мама – это первовлиятельное лицо, такое серьезное, передатчик многих знаний и прочего, правил и прочего. У вас может просто прошивка быть, вот эта мамина, и все. То есть мама, например, сказала фразу, она осталась навсегда. Да, это формирование собственного взгляда, отличного, при том, что, например, действительно, иногда мамина просьба, она набатом звучит там в голове. То есть, ну, наверное, взрослые люди замечали такое, вот, например, там, мама говорит вам, там, купи мне, там, лекарство. Ну, это не срочно, но вы понимаете, что надо срочно купить, и вы приказ маминой исполняете. Это не значит, что сепарации нет, но все же я бы обратила на это внимание, если вы прям раздражаетесь и бежите исполнять волю. Это не в маминой голове, это в нашей голове. То есть граница между привязанностью и зависимостью как раз вот в этой эмоциональной составляющей. Совершенно верно. То есть, когда вы рационально понимаете все, и вы следуете своим путем, вы исполняете мамину разумную просьбу, действительно, помогаете родителям, но при этом понимаете, что есть ваше частное время, все в разумных рамках должно произойти, тогда нормально. Здесь, для обоих родителей, конечно же, то есть, я почему здесь как бы отца выделяю, потому что отец появляется чуть как бы позже, и у ребенка, ну, я имею в виду такого вот сильного контакта его, и здесь, наверное, вот такого жуткого, скорее, влияния, ну, его мы реже замечаем. Кстати, отсутствие сепарации с отцом чаще замечается, когда отца нет в семье. Парадокс, да? Ну да, почему-то. Потому что в данном случае, ну, там, он либо развелся и каким-то образом просигнализировал, что там как-то не желает там жить, либо его нет, и ребенок постоянно думает о том, каким, как этот образ его складывает в связи вот с отцовской историей. Поиски отцов мы знаем, да, такие вот частые истории. Дело в том, что в этот момент, тем более там образ-то не ясен, там явно есть какое-то негативное проявление, и ребенок от этого зависит, он как будто бы помечен этим, да, то есть такое часто, да, отмечается. Поэтому это не только присутствующие родители, это сложный вообще процесс. То есть это, ну, непростая история, мы сейчас, наверное, все не будем затрагивать, но просто надо иметь в виду, что сепарация – это очень такое длительное, индивидуальное очень, и негодящаяся под шаблоны история. А мне встретилось такое высказывание, что детям нужно смириться с тем, что они никогда не оправдают ожидания своих родителей, это шаг к сепарации. Сто процентов, но это даже не шаг к сепарации, это прямо вот окончательная сепарация. То есть когда человек понимает, что он и не может оправдать ожидания своих родителей, да, это правда. Ну, еще, кстати, знаете, вот если уж заговорили о разных вариантах, есть и такой вариант парентификации, так называемый, это когда родитель, то есть ребенок становится родителем для своего родителя. Ну, предположим, там, предположим, родители очень беспомощные, например, там, ну, мне очень хочется приводить какие-то конкретные примеры, я приведу, наверное, потому что это практика тоже, там, большая. Например, например, когда-то в детстве, там, девочка участвовала в подростковом возрасте в разводе родителей, потому что отец проявлял насилие по отношению к матерям. Вот, и она прям, ну, такая сильная девочка достаточно, то есть поучаствовала, там, в разводе родителей. Такое достаточно серьезное, согласитесь, шаг. Вот, и мама, например, это, кстати, не один такой случай, у таких достаточно много вариантов, защитила маму, там, бывает, мальчик так себя ведет. И мама, как человек такой слабый, немного инфантильный, мы понимаем, что в этой ситуации именно так, она закрепляется за ребенком, живет с ним потом всю жизнь. Но не просто живет, а как будто бы, это не так плохо, наверное, если там ребенок стоятельный, там, и так далее, но при этом как будто прилипает к нему, то есть не имея своей жизни. И вот тот ребенок, да, он не сепарирован по другой причине, потому что он отвечает за родителя, например, как за ребенка. То есть выполнять несвойственную себе роль, это очень сложный процесс сепарации в этом случае. Потому что ребенок, конечно, возрослеет слишком рано и чувствует на себе груз прямо вот этого явления. Это да. Это тоже такая глубокая тема. Глубокая тема, но это, может быть, но это часть отсутствия сепарации. Потому что, в общем, это любые неравноправные отношения, понимаете. Вот отсутствие сепарации – это любые неравноправные отношения, когда дети и родители привязаны болезненно друг к другу. Когда они не могут отлепиться бессознательно, то есть они не могут контролировать этот процесс. То есть, вот, например, сын говорит, я не хочу грубить маме. То есть у него все нормально, он вообще живет в другой стране, да, например, все у него отлично. Но как только мама говорит, ты почему не позвонил мне, ты прилетел в Москву, ты почему не позвонил? Говорит, ты меня все забрал под это, я говорю, мама, там, я писала, ты просто не читаешь сообщения. Ну, то есть, как бы, вот такое вот. Но дело в том, что это вот отсутствие как раз сепарации, хотя это очень благополучные семьи, о которых я рассказываю. Там все хорошо, на первый взгляд, и там успешные, замечательные люди. То есть, они функционально отделены, но при этом, да. Но это ведь как-то отсутствие сепарации, это ведь и на другие сферы жизни как-то влияет? Да. На работу, на отношения. Ну, на работу в первую очередь, да, конечно, на работу и на отношения. Конечно, это замечают супруги. Но сейчас мы уже, знаете, встречаемся с явлением, когда отсутствует сепарация у двоих, например, супругов. И они там разбегаются по родителям, наверное, тоже такие замечали случаи. Но и самое главное, как мне кажется, это нечувствование своей самостоятельности. Вот когда работаешь с людьми, у которых отсутствует сепарация, самые, наверное, болезненные для меня слова, которые я фиксирую там для себя, это слова о том, что я не могу понять, это мне надо или нет, мое это дело или нет. Решение не может принять. Вот это вот решение. Хотя человек прекрасен, он там эксперт, может быть, любого класса, любого уровня. Но при этом он как бы при выборе дела, при выборе, например, даже партнерства, он не понимает, вот его это или нет. Вот это опасно. Потому что так-то и родители без нас проживут, и мы без них. Но вот вопрос, когда вот этой самостоятельности нет внутри. Самое же главное, что это живет в личности человека. И поэтому и решать-то ее нужно самому. То есть здесь не дождешься ни от кого ответа. Вот в чем дело. Вот это опасно. То есть человек как бы все время живет с мыслью о родителях. Но я сейчас, кстати, не говорю о страшных случаях другой крайности, когда наоборот, например, человек полностью зависим от мамы. Мы тоже знаем такие случаи, когда человек оказывается без определенного места жительства, когда привык там с мамой жить, спившиеся алкоголики, да, и так далее. Но это тоже отсутствие сепарации. Но это совсем случай такой, как бы без энергии, без такого функционального отделения. Страшная довольно история. И, наверное, многие видели эти такие случаи, когда пожилой мужчина, например, в 50 лет ругается с 80-летней мамой, да, денег и так далее. Это тоже вот то самое уродливое лицо отсутствие сепарации с зависимостью этой. Клена Закирина, у нас не так много времени осталось до конца выпуска. Хотелось бы еще затронуть тему мужской и женской сепарации. Мы немножко про это уже проговорили. Проговорили, да, немного. Но тут, с одной стороны, сходства много, да, то есть я бы не говорила, не фетишизировала эту тему. Ну, то есть действительно, мужчина и женщина здесь зависят в одинаковой мере. Но единственное, что вот мальчик, он как бы, он же попадает тоже под влиянием мамы сразу, так же, как и девочка. И девочка может себя соотносить с мамой и понимать ее чувства, а мальчик не всегда. И зачастую мальчик, у мальчика образ мамы остается как такой, знаете, большой. То есть в голове его женщина остается, знаете, такая вот она огромная. Между прочим, это часто бывает, мы прям видим это в мужском поведении. Вот знаете, я называю это принципом «женщина должна». Вот есть даже мужчины-психологи, они здесь парированы. Ну, хватает и женщины. Ну, просто пример какой. Недавно в чате прям спорил с таким человеком. Я говорю, вы как бы женщину здесь абсолютизируете. Он говорит, вот женщина должна вот так, так и так делать. Мама, я говорю, послушайте, она живой человек. Если она, например, не любит ребенка, она себя не заставит любить его. Должна она или не должна, но это будет так. Он, кстати, был в шоке, этот человек, от такого, что как это так? Вот, и сразу понятно, что он тоже не сепарирован, потому что в его голове женщина это либо прекрасный ангел, либо демон, да. Вот как только ловится на этом, значит, отсутствие, сепарация полностью не завершена. Сепарированному мужчине женщина должна представляться человеком. Со своими проблемами, но и как бы своими ресурсами. То есть, и здесь она тоже может что-то не чувствовать, что-то чувствовать, но это обычный человек. Вот это вот, кстати, вот это абсолютизация матери, она и в культурах есть, как мы знаем. Это вот мужская особенность такая. У девочек в большей степени такая зависимость, такая в поведении, то есть, постоянное обсуждение, да, постоянный контакт, постоянный контакт, который даже поощряет культуру, в принципе. Но там, вот как бы, как вы правильно говорите, какая-то честь близость от отсутствия сепарации. Когда есть прям зависимость от маминого мнения, и там все время такая женщина говорит, мама, 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 мама. Мама тоже ругается на нее, и мама... Ну, она занимает место в голове такой огромной тоже. Вот, вот это да, конечно, вот это прям так... Тут, понимаете, плюс ли в минус, но родители как бы находятся вместо этой личности. Вот в этом проблема. Елена Закинова, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Уже время было очень. Да, время у нас подошло к концу. На этом сегодня все. Это была программа «Разговор по душам». Сегодня у нас в гостях психолог Елена Яшина. Всего вам самого доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова